Всем привет! Многие у кого есть компьютеры, иногда бывают сталкиваются с такой проблемой, что компьютер не включается, не запускается, вообще никак не реагирует. И для этого есть целая куча различных проблем, о которых я сегодня хочу рассказать, как найти в чем именно у тебя проблема, как эту проблему можно исправить. Потому что проблем на самом деле много, буду стараться рассказать все максимально быстро. Поехали! Давайте начнем с того, что самое плохое, что может случиться с вашим компьютером, это он вообще никак ни на что не реагирует. То есть вы нажимаете на кнопку и вообще никаких эмоций от вашего компьютера вы не видите. Даже никакого там самого простого вращения вентилятора. Давайте разбираться, что делать в этом случае и будем все идти по порядку. Компьютер не реагирует вообще никак. Что нужно в первую очередь проверить? Проверить питание, то есть включено ли просто компьютер в розетку, включена ли это сама розетка, горит ли на ней кнопка, если там есть кнопка. Далее, подключен ли правильно кабель питания к самого компьютеру. Подключен ли кабель питания к монитору, потому что монитор тоже может показать вам компьютер включился или нет. Проверить все разъемы, что все должно быть вставлено хорошо, чтобы все это хорошо очень держалось, крепилось. Проверить розетку, от которой идет питание на ваш компьютер, потому что иногда розетки тоже перегорают. Самое проще это сделать, любое другое устройство подключить и проверить работает ли оно. После того, как вы проверили кабеля, разъемы, порты, кнопки, все которые могут быть на пути подачи электричества на ваш компьютер, смотрим дальше и смотрим, чтобы у вас кнопка на самом блоке питания была включена. Для многих это будет смешно, но многие иногда ее случайно выключают, забывают о ней и так далее и думают, почему же мой компьютер не включается. Следующее, что вам нужно будет сделать, если вдруг компьютер не подает никаких признаков жизни, но вы уже проверили все по сети, все кнопки проверили, это проверить блок питания без материнки. Как это можно сделать? Берете, разбираете ваш компьютер, извлекаете 24-пиновый кабель, который подключается к материнской плате, на старых материнках это 20-пиновый кабель и на этом кабеле есть 24 пина, один из них будет зеленый и прямо рядом с ним будет такой черный квадратный пин. Берете эти два пина, замыкаете, чем вам удобно, просто вставляете в них, например, скрепку, просто вставляете ножницы, в общем, то, что может замкнуть эти два контакта. Все остальные устройства в компьютере вы не отключаете, потому что на блок питания должна подаваться нагрузка и после того, как вы замыкаете, соответственно, эти два контакта, вы смотрите, включился ли сам блок питания и начали ли инициализироваться другие устройства в вашем компьютере. Другие устройства, что это за устройство? Можно услышать, как включается жесткий диск, можно услышать, как включается CD-DVD привод. Например, на материнке сетевая карта, конечно же, не будет работать, если вы 24 пина не подключили. То есть по другим устройствам можно понять, вентиляторы, например, начнут вращаться, по ним можно понять, рабочий ли блок питания. И опять-таки есть еще несколько нюансов, то есть блок питания может быть рабочий, но он может не выдавать ту мощность, которая нужна для вашей материнки, вашего процессора, вашей видеокарты и так далее. Кабеля можно еще замкнуть серый и черный кабель, там тоже есть серый и прямо рядом с ним будет черный. В принципе, черный можете брать любой, это вполне, в принципе, одинаковый черный будет. Итак, вы обязательно подключаете блок питания под нагрузкой, потому что без нагрузки он может просто уйти в защиту и не сработать. То есть он крутнется и перестанет. Вы подумаете, что блок питания не рабочий, хотя он может быть на самом деле рабочий. Соответственно, если блок питания включается, все устройства работают, но у вас дальше компьютер не загружается, даже до биоса дело не доходит, то, соответственно, скорее всего у вас проблема с материнкой, у вас проблема те, которые я буду сейчас описывать дальше. Ну и еще могут быть, конечно, проблемы с блоком питания, если он, например, под нагрузкой перестает работать, либо вот крутнулся один раз вентилятор на самом блоке питания и перестал. Значит, вам тогда нужно будет разобрать блок питания и проверить конденсаторы и катушки внутри этого блок питания. Во-первых, конденсаторы проверяются очень легко. Можно на них посмотреть, у них у всех шляпки должны быть плоские. Если у всех конденсаторов или хотя бы у некоторых, или у одного даже конденсатора будет шляпка выпуклая, то это может говорить о том, что просто конденсаторы вздулись и блоку питания не хватает мощности из-за того, что конденсаторы уже не рабочие. Соответственно, там просто перепаиваются эти конденсаторы и у вас компьютер продолжает нормально работать. По поводу катушки. Если перегорела катушка, то уже, грубо говоря, легче будет поменять блок питания, чем пытаться его ремонтировать. Хотя есть некоторые, кто и меняют и катушки. Но это, в принципе, труднозатратно. Поэтому, ну, кто как, уже вы смотрите сами по вашим возможностям. Узнать, что сгорела катушка можно по очень характерному запаху такого вот паленого пластика. Паленый пластик, в принципе, он будет у вас пахнуть даже в рабочем блоке питания. Но это будет прям очень сильный, ядкий паленый пластик. И сама катушка, она будет визуально поплавленная. Будет видно, что она горела. Ну, чаще всего на глаз это можно определить. Иногда, конечно, бывает, что на глаз вы это определить не сможете. Но, в принципе, это уже такие редкие случаи. Ну, а спонсор сегодняшнего выпуска утилита RecOrganizer. Программа поможет с очисткой Windows от ненужных данных, ее предыдущих версий и ненужных обновлений. А также всего того, что долго лежит на диске, занимая полезное дисковое пространство. Она поможет эффективно оптимизировать загрузку компьютера. Оптимизация производится за счет отключения ненужных процессов автозагрузки, а запуск нужных процессов можно распределить по времени. Результат этой оптимизации вы сможете увидеть на диаграмме до и после. С помощью инструмента для удаления программ можно избавиться не только от ненужных приложений, но от их хвостов, которые остаются на диске после обычного удаления. И это еще не все возможности RecOrganizer. Скачать и попробовать ее вы можете по ссылке в описании. В базовой версии она имеет неограниченный по времени пробный период, так что можете пользоваться. В момент, когда вы нажимаете кнопку, у вас на материнской плате вентилятор делает пол оборота, тот который находится на процессоре. Это говорит о том, что у вас блок питания уходит в защиту, соответственно нет никакой нагрузки на него. Это говорит о том, что скорее всего у вас накрылась материнка. Это не 100%, но в 99% случаях это проблема либо с материнкой, либо еще с какими-то другими устройствами, там в 1% случаев. Ну и самое последнее, что вы можете предпринять на всякий случай, чтобы посмотреть, делая у вас именно уже в каких-то прям серьезных устройствах вашего компьютера, это отключить все то, что вам может мешать в старте компьютера. То есть для того, чтобы компьютер стартовал, вам необходимо, чтобы к компьютеру был подключен процессор и вам необходимо, чтобы к компьютеру была подключена оперативная память. Все остальное на момент включения запуска биоса можно отключить. И если у вас после того, как вы нажимаете кнопку на включении в вашем компьютере, у вас идет загрузка до биоса, но соответственно у вас отключены все устройства, кроме процессора и оперативной памяти, соответственно у вас дальше, конечно же, загрузка винды не пойдет, так как жесткий диск не подключен, В этом моменте вы уже будете понимать, что какое-то внутреннее устройство, похоже, мешает работе вашего компьютера и из-за этого устройства у вас могут быть проблемы. Что это могут быть за устройства? Это могут быть звуковые, сетевые карты, то, что подключено внутри вашего компьютера, различные платы типа захвата видео и так далее или захвата, например, спутникового сигнала, то есть много различных вариантов того, что может внутри вашего компьютера стоять. Как я вам сказал, для того, чтобы у вас нормально стартовал BIOS, нужна только материнская плата, процессор и оперативная память. В этом режиме у вас уже компьютер будет до BIOS стартовать и в BIOS вы уже компьютером сможете пользоваться. Естественно, если у вас есть возможность, на всякий случай вы отключите и внешние периферийные устройства, например, принтеры всякие, все то, что у вас подключено к компьютеру, кроме, естественно, клавиатуры и мышки, то есть у вас всего остального быть подключено не должно. Итак, если вы все это проверили и у вас, наконец-таки, компьютер начал включаться, вы понимаете, что у вас было какое-то нерабочее устройство, методом перебора вы уже сможете узнать, какое именно устройство у вас не дает включаться компьютеру и вы уже сможете компьютер включить. Дальше, после того, как у вас компьютер начинает включаться, соответственно, он переходит в режим настройки BIOS, то есть когда вот первый этап был, то, соответственно, компьютер опрашивает BIOS, опрашивает все устройства в системе, чтобы понять, работают ли эти устройства. Самое главное, что ему нужно, как я уже говорил, оперативная память и процессор. Если эти устройства работают вместе в связке с материнской платой, то у вас BIOS будет в любом случае стартовать. Но есть такая проблема, что может быть проблема непосредственно с самим BIOS, то есть у вас BIOS начинает стартовать и на этом все глухо повисает. И это уже проблема может быть в самом BIOS либо по битой памяти BIOS. В данном случае можно будет попробовать перешить этот самый BIOS. Если у вас сам BIOS не загружается, естественно, перешить вы сможете только программатором, то есть через сам BIOS перешить ничего не получится. Если у вас BIOS загружается, но есть какие-то проблемы дальше, то, возможно, у вас именно проблема в том, что у вас битая память на BIOS, либо сам BIOS какой-то кривой. Такое частенько бывает, даже с современными материнскими платами очень часто выпускают кривые BIOS, которые там быть установлены не должны и его нужно бы сразу обновить. Соответственно, если BIOS сам включается и дает возможность вам обновить BIOS из-под самого BIOS, то вы, естественно, это делаете. Это уже нужно будет подключить либо флешку, либо диск, на котором будет непосредственно храниться сам этот BIOS и, соответственно, с него будет все обновляться. Если тебе нужен оригинальный ключ для Windows 10 Pro с народной ценой в 1500 рублей или 20 баксов, который можно использовать безлимитно на одном компьютере в любой стране на любом языке, то ищи ссылку в описании под этим видео. Навсегда забудь о проблемах с активацией и тормозах пираток. Подтверждение моих слов можешь перейти в группу спецкомп, в раздел товары, вот здесь есть такой товар и посмотреть более 1200 отзывов от покупателей за последние 4 года. Более подробную информацию о ключах вы сможете узнать в описании товара, нажав на надпись «Показать полностью». Здесь написано, как купить ключ, как получить его максимально быстро, что это за ключи, где мы их берем и почему они такие дешевые. Не забываем, что ключ можно заказать из любых стран удобным для вас способом. Следующее, что может происходить до загрузки BIOS, то есть если у вас BIOS еще не загружается и компьютер еще в момент этот не включается, вам нужно будет слушать обязательно звуковые коды, которые подает ваш компьютер. Звуковые коды у вас будут только в том случае, если у вас в материнской плате подключен динамик, либо на самой материнской плате есть динамик, потому что не все подключают этот динамик, не у всех он есть, не все слышат какие-либо звуки вообще от своего компьютера. Поэтому имейте это в виду, если у вас компьютер издает какие-то звуковые сигналы, ну к примеру, три коротких сигнала, он делает пип-пип-пип, то это может быть, например, в некоторых BIOS-ах проблема с оперативной памяти. Но не забывайте, что в каждом BIOS-е сигналы могут быть совершенно разные и звуки могут быть совершенно разные, то есть могут быть короткие, длинные, перебойку короткие, длинные, какое-то определенное количество коротких, какое-то определенное количество длинных или пищане. Всю эту информацию вы сможете уже найти в интернете по названию вашего биоса, то есть вы смотрите какой у вас биос на вашей материнской плате, соответственно в интернете вы ищете информацию о звуковых сигналах по вашему биосу. Кроме звуковых сигналов сейчас стали популярны диоды, которые прям есть на вашей материнской плате и возле диодов там прям надписи, например, возле диодов написано HDD, возле диодов написано RAM, возле диодов написано VGA, возле диодов написано KPU. Так вот, если один из этих диодов горит и имеет какую-то надпись, то соответственно у вас проблема именно с каким-то устройством, то есть если у вас например горит диод KPU, то это материнская плата сообщает о том, что есть какие-то проблемы с работой процессора. Например, это не подключенное питание от блока питания именно на материнскую плату для процессора, либо не подключено дополнительное питание для процессора. Если, например, у вас горит диод RAM, то, соответственно, это говорит о том, что у вас проблема с оперативной памятью. Попробуйте всю оперативку извлечь, попробуйте использовать только одну плашку оперативной памяти, попробуйте потыкать ее в разные разъемы, посмотрите, будет ли меняться у вас эта ошибка и будут ли у вас какие-то другие ошибки выскакивать. Если у вас выскакивают уже другие ошибки, то, скорее всего, проблема не с оперативкой, а с материнской платой. Ну и, соответственно, может быть проблема там уже с HDD, но об этом мы поговорим чуть позже, потому что до HDD мы еще не дошли. Ну и на некоторых материнках еще бывает диод MB, это материнская плата, motorboard, и, соответственно, будет сигнализировать о том, что что-то проблемы какие-то с материнкой, но если какие-то проблемы с материнкой, то чаще всего эти посткоды уже работать в принципе просто не будут. Ну и последний самый крутой вариант, это уже на таких продвинутых материнках на дорогих есть специальное табло с посткодами, и эти посткоды вы опять-таки будете читать и знать, какой именно посткод за что отвечает, то есть у вас будут какие-то буквы, цифры отображаться на вашем табло на самой материнской плате, и, соответственно, по этим буквам, цифрам вы идете в книжку к вашей материнской плате, либо скачиваете документацию по вашей материнской плате, и смотрите, какие именно посткоды за что у вас отвечают. По этим посткодам вы сможете понять, какая именно проблема на вашем компьютере возникла до загрузки операционной системы. Ну что ж, теперь мы подошли к тому, что если вы это все дело проверили, скорее всего биос, значит, у вас загружается, но винда не включается. И тут тоже может быть 150 миллионов различных проблем. Давайте сейчас большую часть, основную из них разберем, и разберем то, что встречается чаще всего. Первое, что вам нужно сделать, это проверить настройки биоса. Если вы не понимаете, какие настройки у вас в биосе должны быть, то, естественно, я рекомендую сбросить настройки на дефолт. Но есть одни маленькие но, о которых я опять-таки чуть позже расскажу. Что будет, если у вас уже была установлена, например, винда, был включен режим АЧИ, например, диска, но вы сбросили настройки биоса по дефолту, и у вас этот режим АЧИ, вы его не включили, у вас уже после этого винда не загрузится. Об этом я чуть позже расскажу. Первое, что вам нужно сделать, проверить настройки биоса. Если вы не шарите, сбросить настройки биоса, потому что сброшенные настройки чаще всего самые работоспособные. Второе, что вам нужно будет сделать, это проверить, что первым на загрузку у вас стоит именно тот диск, на котором установлена операционная система Windows. И эта операционная система до этого у вас нормально работала. То есть, как это проверить? Проверить по факту вы не можете до загрузки компьютера, это вам нужен другой компьютер, чтобы вы могли это проверить. Но вы обязательно первым на загрузку в биосе должны выбрать то устройство, с которого у вас должна загружаться операционная система. Если у вас на компьютере еще нет операционной системы, то есть вы собрали новый комп, то, соответственно, вам нужно будет эту операционку установить. Тогда первым на загрузку вам нужно будет выбрать загрузочное устройство. То есть, если вы устанавливаете винду, например, с диска, то выбираете диск. Если устанавливаете с флешки, то выбираете первым загрузку с флешки. И после двух перезагрузок, например, с флешки или с диска, вам нужно будет обратно зайти в BIOS и уже включить загрузку непосредственно с диска, чтобы у вас операционная система не начала заново, с самого начала производить установку. То есть, когда у вас будет вторая перезагрузка в операционной системе уже при установке, вам нужно будет включить именно загрузку с диска, и тогда у вас уже пойдет загрузка с диска далее. Следующее, что вам стоит проверить, если вдруг у вас есть какие-то проблемы в момент старта компьютера с BIOS, это не села ли у вас батарейка. Очень-очень распространенная проблема. Есть батарейка 2032, которая вставляется в материнскую плату и которая питает именно ваш BIOS, потому что BIOS должен обязательно быть всегда запитан, и, соответственно, она поддерживает настройки в вашем BIOS. Так вот, если на батарейка садится, то у вас постоянно будут сбиваться настройки BIOS. Как вы можете это видеть? В момент загрузки вашего компьютера вы будете видеть, что у вас BIOS включается каждый раз одинаково с одинаковыми настройками, которые стоят по умолчанию. Кроме того, если вы уже будете умудряться загружаться в операционную систему, у вас будет постоянно сбиваться время. Так вот, это говорит о том, что у вас села батарейка, ее пора бы заменить, и после замены батарейки вы уже настраиваете BIOS как вам надо, и вот эти уже самые настройки сбиваться не будут. Соответственно, не будет сбиваться загрузка с диска, с которого вам надо, и так далее. И, соответственно, у вас компьютер наконец-таки запустится. Ну, и следующая рекомендация, которая уже, в принципе, была, это если вдруг у вас винда уже не стартует, то есть у вас BIOS загрузился, вы выставили первым на загрузку диск, у вас на диске есть винда, которая нормально работает, у которой нормальный загрузочный сектор, то, соответственно, вам желательно отключить от вашего компьютера уже все внешние периферийные устройства. То есть у вас на компьютере должны остаться подключены только клавиатура и мышка, все остальное нужно отключить, потому что некоторые устройства могут вызывать сбои в загрузке операционной системы, и операционная система из-за этого может не загружаться. Во время загрузки могут появляться синие экраны, во время загрузки могут появляться другие проблемы, которые вы не будете понимать, почему они берутся. Ну, и дальше, опять-таки, методом перебора вы подключаете все необходимые устройства, каждый раз загружая компьютер, смотрите, все ли у вас нормально загружается, и если на чем-то компьютер перестает загружаться, то, соответственно, проблема в этом устройстве, либо в драйвере этого устройства. Тут вы уже смотрите, переустановить вам драйвер, либо убрать вообще это устройство с вашего компьютера. Еще бывают моменты, когда диск подключен, когда вы выбрали правильный диск на загрузку, но у вас, например, на диске либо слетел загрузочный сектор, либо вообще слетела винда. Соответственно, в этом случае вам нужно либо восстановить загрузочный сектор, о чем было мое отдельное видео на канале, либо установить винду, о чем тоже было отдельное видео, очень хорошее, крупное, по поводу правильной установки операционной системы. Можете все это дело посмотреть. Еще, конечно же, при загрузке может быть огромное количество различных ошибок. Как я уже говорил, могут появляться какие-то окна с сообщениями об ошибках, но в итоге операционная система будет загружаться, просто будет работать криво. Либо операционная система может вылетать с синими экранами. Это уже может говорить о многих совершенно ошибках. Например, синие экраны, это говорит о том, что могут быть сбойные дрова, либо сбойное оборудование. Посмотрите видео по поводу того, почему, откуда берутся синие экраны, как с ними бороться. Есть тоже отдельное видео на моем канале. Кроме того, если у вас будут просто возникать какие-то ошибки, но в итоге сама операционная система уже сможет загрузиться, то, соответственно, это уже какие-то программные ошибки, о которых я рассказывал уже неоднократно. Тоже в некоторых своих видео на канале можете по поводу ошибок поискать мои видосики на канале, посмотреть их. Еще момент, что у вас уже вроде бы как все практически загрузилось, но на рабочем столе ничего не появляется, никакие иконки не загружаются. В общем, не включается уже сама операционная система, не загружается Explorer. Ну и тут тоже может быть огромное количество вариантов. Первое, что я рекомендую попробовать, это нажать Ctrl-Alt-Delete. У вас появится диспетчер задач, если он, конечно же, появится в диспетчере задач, вы вверху нажимаете кнопку файл создать новую задачу, вписываете туда Explorer.exe и пробуйте запустить именно проводник на вашем компьютере, а проводник, он запустит рабочий стол, иконки, доступ к вашей файловой системе и так далее. Если у вас это не получается, возможно, у вас какие-то проблемы уже именно с операционной системой, и я рекомендую вам просто эту операционную систему переустановить. В случае других тоже ошибок, как вариант, можно тоже переустановить операционную систему. Ну а вообще, по всем вариантам того, как у вас компьютер, именно операционная система не загружается, тоже было целая куча различных видео на моем канале, то есть не загрузка рабочего стола, например, не загрузка в режим восстановления системы, не загрузка самой операционной системы. Все эти видео на канале уже были, и вы их уже можете посмотреть, там просто по отдельной теме, каждая, она занимает довольно-таки длительное время. Я не могу это добавить в данное видео, потому что видео и так получается длинным. Вот я и рассказал все самые часто встречающие модели того, почему у вас может не включаться компьютер, либо не запускаться операционная система. Теперь все по этому чек-листу, вы можете проверить, то, что вы можете сделать, я вам рассказал, естественно, если есть какие-то моменты, нюансы, пишите об этом в комментариях, задавайте свои вопросы, либо модератор, либо я будут отвечать на эти вопросы. Ну и в принципе, надеюсь, что у вас все получится, и с компьютером, с операционной системой никаких проблем не будет. Иногда, конечно, бывают варианты, когда ваш компьютер просто накрылся, либо какие-то детали просто накрылись, и тогда уже без сервисного центра вам не обойтись, если вы в этой теме не сильно шарите, то, соответственно, самый последний случай, если вы вообще все сделали, даже то, что я вам сказал, и у вас все равно ничего не получается, тогда остается только сервисный центр, либо вызвать мастера на дом, который сможет это все просмотреть. Но мастер на дом просмотрит то же самое, то, что я вам только что рассказал. А в сервисном центре там уже смогут проверить более точно, там есть специальное оборудование, есть мультиметры и так далее. То есть это уже будет сделать намного легче, именно когда есть определенное оборудование. Не забывайте о том, что на моем канале есть целая куча других интересных полезных видео по поводу настройки операционной системы Windows, о том, как работает ваш компьютер, как его оптимизировать, как наоптимизировать самые важные настройки, получить максимальное быстродействие. Кроме того, то же самое я рассказываю и о операционной системе Android, можете все это посмотреть, разобраться, ускорить ваш компьютер, ускорить ваш смартфон. Ну и если все это дело нравится, не забывайте, что здесь есть кнопка подписаться на канал. Когда будете подписываться здесь рядом, вы увидите колокольчик. Если два раза по нему нажмете, то в момент выхода моих новых видео вы будете получать уведомление о том, что новое видео на моем канале вышло, и вы сможете его посмотреть сразу после выхода. А на этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok